Драгоценные шедевры Это миниатюра с изображением княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой в замужестве Сумароковой Эльстон. Эта миниатюра была заказана в 1907 году ее мужем Феликсом Феликсовичем к юбилею серебряной свадьбы. И это бесспорно шедевр. Это шедевр ювелирной работы и это шедевр живописной работы. Во-первых, про Зинаиду Николаевну Юсупову. Женщина была выдающейся. Ее считали символом национальной красоты. Она была невероятно хорошо образована, элегантна, с очень красивым лицом и очень изысканными манерами. И поскольку она была очень богата, то ее отец Борис Николаевич Юсупов предполагал, что у ней будет блестящая партия. За какого-нибудь принца выйти, даже, может быть, и больше. Но Зинаида Николаевна вышла по любви за графа Самарокова Эльстон, генерал-лейтенанта, главнокомандующего Москвы. И он был таким военным человеком. Если она была такая утонченная, образованная женщина, любившая балы, спектакли, то муж ее был полной ей противоположностью. Но, несмотря на это, брак был невероятно счастливым. У них в браке родилось четыре сына. Двое умерло во младенчестве. В семье Юсуповых существовала легенда, что никто в семье больше одного ребенка не доживет до 26 лет. Это проклятие было связано в связи с тем, что Нагайский мерза Юсуп во времена Ивана Грозного принял христианство, стал православным и поступил на службу Ивану Грозному. И это проклятие действительно совершилось до тех пор, пока род Юсуповых не кончился. У самой Зинаиды Николаевны был брат, который умер во младенчестве, сестра, которая умерла в 22 года. До болезни Татьяны, ее сестры, она тоже заболела очень какой-то странной болезнью, с высокой температурой, и полагали, что это заражение крови. Но чудесным образом, по молитвам великого старца Иоанна Кронштадтского, она выздоровела, а умерла ее сестра. Таким образом, она осталась одна. Так вот, когда этот портрет был написан, это был 1907 год, ее сыну старшему Николаеву было 25 лет. Оставался год вот этого ожидания проклятия, поскольку проклятие это было известно. И действительно, в 1908 году на дуэли он был убит, потому что у него был роман с замужней женщиной и ревнивый муж. Таким образом, решил этот вопрос. Надо сказать, что женщина, она была необыкновенная. Ее писали очень многие художники. Маковский, портрет его у нас хранится в музее. Серов очень любил писать портреты ее семьи. И был совершенно очарован Зинаидой Николаевной. И он даже об этом писал в своих письмах, насколько он был потрясен. Вот этой необыкновенной скромностью, простотой, элегантностью и каким-то вот совершенством таким женским. И как-то в разговоре он ей сказал, что если бы все богатые люди были такие, хоть немножко, как вы, то не было бы несправедливости на свете. На что она ответила, что несправедливость всегда будет, и ее не искоренить, тем более деньгами. Помимо того, что она славилась своей красотой, был знаменитый бал исторический 1903 года, где все придворные были в исторических костюмах более раннего времени. Русский костюм Зинаида Николаевна заказала фирме «Кортье». Ну, и у нее был какой-то необыкновенный кокошник, много бриллиантов, камней. Но самое удивительное было то, что она великолепно танцевала русский танец. Ее более того, когда она вышла, то все замерли. И, как писал великий князь Александр Михайлович, невозможно было оторвать от нее глаз, сердце мое замирало от этой красоты. Ее вызывали пять раз, чтобы она повторила этот танец. Дом славился гостеприимством, и особенно смыслом своей жизни Зинаида Николаевна считала благотворительность. И она помогала действительно очень многим. И под ее патронажем находились и церкви, и приюты, и больницы, и санитарные поезда. И во время Первой мировой войны в ее имениях и домах были госпитали. То есть она была совершенно необыкновенной женщиной. Когда случилась революция, они уехали. Она уехала с мужем в Рим. И о прошлом она не вспоминала и ни о чем не жалела. Она приняла то, что произошло, то, что она лишилась громадного состояния. Более того, она помогала всем нуждающимся. Она устроила комитет по поиску работы, устроила столовую для тех, кто не мог себя прокормить, белошвейную мастерскую и принимала активное участие в Красном Кресте. Про нее, про Зинаиду Николаевну говорить можно много. Мы знаем имение в Архангельском, прекрасный музей, прекрасные коллекции, великолепный парк. И все сделано с невероятным каким-то вкусом и невероятной какой-то образованностью. При том, что ее образованность отмечали современники. Она, будучи девочкой с 7 лет, уже умела поддерживать разговор. Но самое интересное, то, о чем никогда не говорится, потому что про Весопова много сказано, много написано и все это. Особенно хочется сказать про художника, который почти никому не известен – Василий Зуев. Это был уникальный человек, и его биографию мы знаем благодаря такому исследователю фирмы Фабержея Валентину Скурлову. Он даже издал большую книгу о Василии Зуеве. Это был очень странный человек. Он окончил училище барона Штиглица, учился год в Академии художеств, и потом преподавал рисование в Александровском лицее. И с 1904 года, где он выставился на выставке, его заметила императорская семья и пригласила, чтобы он стал личным их художником. И действительно, он написал к 12 пасхальным яйцам Фаберже миниатюры на разные темы. И человек был очень странный, такой погружённый весь в искусство. И даже говорили, что для него искусство – это было как монастырь, он как иконописный монах. Он зарабатывал хорошо, у него было много денег, но никогда не имел ни друзей, ни семьи, ни своего дома. А вжил в большой тёмной комнате сенатора Свербеева. И он там поселился, когда ему было 30 лет, и 15 лет он стоял за конторкой у окна с лупой и кисточкой и писал эти портреты. И надо сказать, что этот портрет совершенно замечателен по передаче характера. Мы тут видим Юсупову, как я уже говорила, в 1907 год, накануне 26-летия её старшего сына. Уже в глазах читается вот эта вот грусть, печаль, боль от вот этого проклятия, которое висело над всей их семьёй. Она рано начала сидеть. Но это никак не портило её красоту. Она в таком переливчатом перламутровом сине-голубовато-розовом платье с букетом цветов на груди. Рамка эта сделана фирмой Фаберже в мастерской Викстрома. Надо сказать, что фирма Фаберже, она всем известна, это символ как бы такого ювелирного гения. Это была одна из самых крупных фирм, больше была только Тиффани. Если у Фаберже в начале века работало около 700 человек, у Тиффани около тысячи. Но Фаберже более разнообразен, более интересен, потому что он, как сказал один знакомый, он приходил куда-то в дом и смотрел, а как бы его украсить? Вот что сделать? Он придумал делать настольные часы, настольные звонки, которые становились произведениями искусства. Фирма в Петербурге была построена по мастерским. Викстром приехал в Петербург в 1878 году и стал учеником. А в 1884 году он поступил в мастерскую Михаила Перхина. Это тот ювелир, который создал стиль Фаберже, Михаил Перхин. Совершенно вероятно, да, вот как дочь правнучка Фаберже говорила, какой особенный талант Фаберже – умение подбирать людей. Вот он находил таких людей, которые были бесконечно преданы своему делу и его любили. Ну, вот как Зуев я уже говорила, таким же был Михаил Перхин. И Викстром к нему поступил и потом, после смерти Перхина, возглавил мастерскую. Мастерские получали материалы, заказы от фирмы и имели право на своё собственное клеймо, но работали только по заказам фирмы. И вот Викстром, и это отличает вообще работников фирмы Фаберже, поступил заказ – миниатюра с изображением любимой жены. И Викстром делает такую элегантную рамку в виде цветков с ветками ландышей. Это любимые цветы Зинаиды Николаевны Юсуповой. Вот насколько вот это вот особые взаимоотношения заказчика и исполнителя. И вот Фаберже в этом был во всём. Это всегда как бы его определяло. И Перхин, и Викстром делали пасхальные императорские яйца знаменитые и много чего всякого разного. Обжи де фантазии, обжи де вертю. То есть вот это вот умение превращать каждую мелочь в карандаш, булавку, там ещё произведения высокого ювелирного искусства. Вот такая наша миниатюра, что можно о ней сказать. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok